добрый день дорогие новости давайте проверим связь меня хорошо слышно поставьте включите меня хорошо слышно спасибо спасибо здорово и хотя я не вижу лист но читая имена и фамилии моя память дорисовывает образы которые стали мне близки за время моей жизни с командой компанией прокуратуры какой силой все таки обладает наше воображение спасибо замечательно я представлюсь меня зовут Людмила Новикова мне 58 лет а надо добавить в компании 13 половиной лет у меня двое сыновей трое внуков самый высокий статус компании золотой директор моя задача сегодня поделиться своим личным опытом на тему мечты и цели очень важные вещи об этом в своем аналогичном вебинаре проговорил Андрей Майстренко спасибо большое очень хороший вебинар а сегодня я хочу опереться на прошлый вебинар Леонида Фурера бизнес как игра и продолжая продолжить тему что жизнь в целом это игра ну теперь меня же и видно и играть в нее можно по-разному сейчас маленькие картинки на эту тему это тема вебинара в стиль цели играть можно на пыльном поле а можно играть вот на таком шикарном стадионе можно быть просто болельщиком игры а можно быть игроком можно романтические свидания делать вот так а можно вот так или вот так то есть каждый для себя выбирает как ему подходит часто осознавая что что-то происходит не так как хотелось бы люди начинают свой поиск по лучшей жизни и многие приходят с этим поиск надеясь что здесь их сделают супергероями а потом уходят с ощущением детской обиды обещали и не сделали пострадали обе стороны а в чем причина попробуем разобраться сейчас я хочу показать схему которая наглядно покажет как я себе представляю путь от мечты к цели это схема я делаю сама ну наверное это было где-то подсмотрено в свое время но в итоге эта схема переработана через мои ощущения через мой жизненный опыт и начинаем первое конечно же мечта все начинается с мечты и первое условие чтобы мечта исполнялась она должна быть надо брать пример с детей они всегда чего-то хотят у них нет стереотипов их головы полны фантазии мечта это тоже фантазия но за которую мы готовы взять ответственность зачем это ответ на вопрос который составляет 90% успеха а ответ на вопрос как остается 10% и надо понимать что любая мечта приходит силами на ее исполнение надо только помнить что мечты должны быть позитивными и выплата долга не может быть мечтой потому что эти мысли несут негатив и она выполнится точно это желание когда у нас есть большая мечта и деньги которые будут приходить на мечту будут в автоматической выплате покрывать эти долги следующий следующий пункт это намерение ну представим себе что у нас масса наших фантазий какие-то чужие тут же появляются чужие ограничивающие мысли страхи это примерно как мы стоим под фонарем и летает много мошек и чем больше мы стоим под этим освещенным на этом освещенном месте эти мошки могут даже глаза нам забивать и просто нужно сделать шаг от фонаря мы уйдем от этого состояния воздействия этих мошек и появится внутреннее видение этот вот как раз шаг и называется намерение намерение это решение плюс результат плюс действие переносит нас именно это переносит нас из мира иллюзий в мир действий намерение это проявление воли намерение сразу выставляет вектор в сторону конечного результата следующий пункт только мы сделали этот шаг и показали намерение всему миру то у нас появляется уже не размытая мечта а четкое представление ясное видение цели ну тут чтобы мы хотели к ней идти нужно четко прорисовать себе как эмоционально она должна быть окрашена и задействовать все органы восприятия она должна быть конкретной ограниченной во времени и пространстве должна быть личной чтобы именно мне хотелось ее достигать ну и конечно обязательно экологичной как в титрах им написано при съемках фильма ни одно животное не пострадало а здесь очень помогает конечно же альбом мечты целевые конверты где накапливаются деньги под цель следующий пункт когда цель ясна то сразу появляется план действий ну вернее нам необходимо прописать те шаги которые будут вести нас к цели сколько времени когда какие действия какая последовательность какие люди нам в этом будут помогать место где это будет происходить сколько на это потребуется какие-то может финансов провисать и повесить перед собой ну в данном случае если мы говорим о компании доктор номен сетевой которой мы работаем ну планом является наши постоянные кружочки я когда начинала работать кружочки у меня кружочками была вся квартира завалена и это напоминает я все время думала похоже на Чапаева который все время с картошкой работает далее далее идут ресурсы ресурсы это наше знание наши какие-то материальные ресурсы информационные технологии человеческие ресурсы наш прошлый опыт я хочу сказать что компания доктор нона это тоже ресурс колоссальный ресурс ну чтобы такую область сложить это нестенная скважина у себя на огороде ну многие могут сказать ну конечно если бы у меня на огороде была нестенная скважина я бы он такие деньги зарабатывал просто было золотился но опыт даже других стран показывает что не все так просто я сейчас просто приведу пример такой страны как эмираты в пятьдесят восьмом году там обнаружили эту вернее обнаружили нефть и деньги которые получались даже от этой нефти они в буквальном смысле были съедены мышами и только когда к власти пришел очень просветленный человек шейх заят только тогда началось процветание этой страны и еще интересный такой факт я услышала что он человек который очень умел мечтать и даже когда еще страна была очень бедна когда страна была еще очень бедна и в общем то люди питались только одними финиками а рис считался лекарством он уже тогда на стенах своей резиденции крутил фильм который не был всего один единственный фильм о Лондоне и тем самым он менял сознание людей он показывал как можно жить как можно есть как можно спать как можно вообще реализовывать свои мечты и как у нас говорят создавал командное видео видение дальше следующее пункт это окружение ну давно известно что окружение влияет на нас очень сильно это фактически 50% успеха люди которые нас поддерживают люди которые мечтают очень важно чтобы это происходило с нами чтобы мы окружали себя именно такими людьми которые нас поддерживают которые тоже мечтают это не только люди здесь это еще и то куда мы ходим это магазины салоны автосталоны рестораны посещая которые у нас появляются новые желания и кстати говоря если говорить о нашей компании то наша компания в своем арсенале человеческом имеет столько людей успешных которые умеют мечтать достигать цели и когда я впервые попала на одно из таких мероприятий я поняла что моя жизнь только началась когда я увидела этих людей и дальше конечно же надо делать какие-то действия не просто какие-то а конкретные которые мы прописали и здесь важна дисциплина четкая дисциплина неукоснительная если мы знаем какую цель нам идти то я в свое время чтобы для меня это был новый навык компании и я просто приучалась делать каждый день одни и те же действия во-первых вовремя вставать достаточно рано после этого обязательно делать все процедуры которые дает нам компания это обязательно солевая ванна и у меня четко было по времени прописано просто по минутам я в то время еще начинала когда в компании работать у меня еще не было здесь денег и поэтому переход от одной системы получения денег к другой он еще был в развитии поэтому я четко расписала свое время когда я занимаюсь еще своим проектами но когда я занимаюсь проектами я отключаю телефон чтобы меня не отвлекали но когда я беру телефон чтобы звонить людям в этот момент я больше ничем не занимаюсь и только благодаря именно прописанным своим четким действиям поминутным у меня стало все в жизни происходить и конечно же мы приходим к последнему пункту перед целью это конечно результат результат это в общем то ну понятно что если я мечтала иметь машину то сама машина является уже результатом если я мечтала купить квартиру то сама квартира является уже результатом но но здесь очень важно не только порадоваться тому что я приобрел достигнутой цели очень важно иметь увидеть призы которые сам по себе принес этот результат что как меня это поменяло что что я теперь после этого могу делать какие появились у меня силы на что появилась энергия как минимум я сейчас скажу как минимум это поднятие самооценки результат любой он приводит хотя бы к этому далее уверенность в себе я теперь знаю что я могу с большей легкостью достигать следующих результатов конечно же признание и этого в нашей компании дают просто в огромных количествах и далее стимул для дальнейших совершений а я сейчас оставлю эту схему на экране и сейчас мне хочется поговорить поговорить я не буду обо всех пунктах говорить потому что мы много говорим о цели о планах о действиях а мне сейчас хочется отметить именно три аспекта которые очень важны на мой взгляд именно на моей теме начну с понятия намерения ну мне удобно подавать информацию в виде истории и я очень так образно мыслящий человек я сейчас расскажу историю из моей жизни однажды у меня у меня была ситуация когда я оказалась перед выбором мы большим рабочим коллективом после уборки урожая оказались на реке река была сильным течением и все были в воде я почему-то не плавала стояла на берегу у меня даже не было купальника и вдруг я услышала крик и увидела что одну девушку стремительно уносит по течению к середине реки я знала что она не умеет плавать я поняла что люди этого не видят более того когда она начала кричать то люди просто испугались Ирина из на берег и вот во мне сразу возникли два чувства одно очень сильное желание броситься на помощь и другое конечно же страх у меня тогда был маленький ребенок муж в армии родители жили в Магадане и вот тут самое главное не поддаться этому страху потому что страх он поглощает все желания и вот в этот момент я просто прыгнула в воду и только как только я это сделала то страх сразу же уходит и в голове появляется четкое ясное понимание что тебе нужно делать я сейчас просто прохожу по всем этим пунктам во первых четкое понимание что я хочу от этой ситуации я сразу представила себе как мы вместе с ней выходим на берег тут же конечно это все прометнуло я даже я помню все свои мысли которые у меня в этот момент были но это все прометнуло с такой скоростью тем не менее все четко по этой системе тут же я в голове сложился план действий как я буду подплывать как я ее возьму как мы будем вместе плыть дальше определила ресурсы ну во первых я хоть немного но умею плавать второе я читала как в подобных случаях надо поступать в таких ситуациях когда спасаешь людей окружающие понятные я просто ощущала моральную поддержку с берега и вот действия если говорить о действиях то здесь еще очень важно когда я рассказываю о действиях я говорю о дисциплине но что очень важно чтобы эти действия происходили с легкостью чтобы мы от самих действий получали удовольствие если мы говорим что вообще жизнь целом игра то даже вот таких ситуаций казалось бы неприятная ситуация более сказать она даже такая тяжелая ситуация и вот я поняла что чтобы все завершилось замечательно мне надо быть мне включиться в игру и первое что я сделала когда я плыла к ней я начала улыбаться разговаривать с ней даже где-то шутить и когда я к ней подплыла несмотря на то что она уже обессилела но но от моего такого настроения она тоже успокоилась и четко начала выполнять мои указания через этот момент мы вышли на берег я хочу сказать что конечно призов я получила очень много во первых я поняла что я на самом деле достаточно смелый человек и решительный но в этой своей истории я хотела рассказать о том как работает наше намерение намерение это когда есть сильное желание но пока сомнения и страхи вернее когда мы начинаем долго об этом рассуждать мы даже начинаем что-то даже прописывать писать какие-то планы цели визуализации просто пишем и ничего не делаем не делаем этого первого самого главного шага то когда мы начинаем писать у нас точно появляются сомнения в том плане а здесь вот если я сделаю этот шаг тут не получится так не получится поэтому вот этот момент намерения он чтобы вырвать нас сразу из состояния мечты состояние действия цели он самый главный и кстати говоря страх таких ситуаций хочу еще сказать такой момент интересный страх в эти моменты играет как раз на нас если понимать как работают наши эмоции то во время страха происходит сильный и сильнейший стресс и выделяется такое количество адреналина происходит сильнейший электрический разряд и в эти моменты образуются новые нейронные связи в нашей голове и тогда мы становимся совершенно другими людьми мы становимся более адаптивны к следующим нашим действиям и наша жизнь начинает меняться поэтому нет смысла бояться таких ситуаций на уровне консультантов это первый звонок по списку знакомых первый выход на сцену и можно много привести на эту тему примеров а история компании когда люди делали свой первый шаг в неизвестность их очень много и я даже не буду перечислять много людей рассказывали о том как они хотели открыть какую-то страну и просто выезжали туда а просто делали этот шаг чтобы нельзя было вернуться обратно и начинали действовать я не буду говорить о лидерах которых я знаю в компании я просто я восхищаюсь я просто скажу немножко о своих спонсорах но первый мой спонсор который проявил вот это намерение это Наташа Филонова мой непосредственный спонсор кто пригласил меня в компанию первое что она сделала у меня не было денег на первую закупку и она сдала свою квартиру переехала жить с маме на какое-то время чтобы сделать закупку а на сегодняшний день у нее уже более пяти квартир это Лена Каминая которая тоже сделала шаг которая сделала шаг на встречу неизвестности она из другой страны переехала в Россию в частности в Волгоград она приехала только с одним чемоданом с продукцией и самое главное с книгами мне это больше всего потрясло и в общем то тоже не знаю как ее здесь встретят люди и я помню когда мы с ней разговаривали наш разговор о том что ты знаешь Лену у тебя ведь ничего не получится потому что у нас только что прошли кампании пирамиды и люди напуганные люди люди не знают куда им идти они никому не верят и Лена мне сказала а у меня четкое намерение у меня четкая мечта и цель поэтому этот город будет нашим будет нольским так все и произошло теперь у нее большая команда в городе Волгограде и не только в городе Волгограде уже в других городах в частности она сейчас работает в Иркутске так же такую же активность в свое время проявила мой партнер Таня Манискова которая точно так же закупила на все свои деньги продукцию денег у нее не было вообще она выезжает на Кипр и в надежде что она договорилась что там у нее сразу же покупают и она начинает раскручивать не то что было человек который сказал что все тоже покупаю делаю большие закупки он испугался и отошел в сторону и знаете она могла конечно прозвонить своим знакомым друзьям друзья высылайте деньги все ничего не получилось я уезжаю но поразмыслив конечно побывав в состоянии некоторого стресса она принимает другое решение она просто говорит этой женщине которая отказалась давай сделаем так ты приглашаешь людей и я начинаю давать им презентацию на сегодняшний день мы знаем что у Татьяны хорошая организация и на Кипре теперь они уже организации и в других городах и регионах это успешный лидер мне хотелось еще по поводу намерений такое немножко отступление сделать не зноны у меня есть один дистрибьютор девушка которая очень хотела иметь семью и она не просто выйдет замуж она точно знала что она хочет иметь семью первая семья не сложилась у нее был сын и она что она сделала она взяла и на своей машине просто написала хочу встретить мужчину для создания дружной крепкой семьи и фотографию с свадебной парой знаете я представляю ей было страшно потому что она достаточно скромный человек как же нужно было хотеть эту семью создать чтобы когда она приезжала в этой машине в детский сад и все читали вы видели но самое интересное она она вышла замуж и сейчас у нее крепкая семья у нее уже теперь трое детей и она вышла замуж не забыл парня ей звонили очень много и люди четко знали намерения с которыми они даже с ней знакомятся далее о намерениях немножко понятно то есть сильное желание пока страхи не захватили делаем первый шаг далее второй акцент который я хочу поставить на пункте ресурсы мы уже поговорили что такое ресурсы и теперь я хочу сказать что есть еще один важный ресурс это наш прошлый опыт успеха и когда люди приходят к нам новые люди слушают наши истории наши достижения в компании и им кажется что мы такие какие-то не особенные мы видим как мы хорошо говорим как мы как мы правильно действуем как мы знаем куда идти как сказать нужную минуту ну люди смотрят и несмотря на то что они тоже делали они думают ну не про меня я так не могу и многие многие годы мы делали специальные школы кстати я подумала о том что надо эти школы возобновлять где новички собирались вместе ну конечно вместе со спонсорами и мы вспоминали истории успеха до прихода в компанию и когда люди делились во первых мы друг друга больше узнавали а во вторых они начинали понимать на самом деле они уже априори успешные люди и что они пришли в компанию они этот успех также принесут на все действия в компании и я всегда рассказывала свою историю успеха которую у меня было много у меня было очень много разных историй но эта история достаточно для меня была показательной я сейчас с ней тоже поделюсь после дефолта прошло совсем немного времени и из-за стрессов и частого нездоровья у меня начались проблемы с заработками я сижу на кухне все как-то в жизни пошло наперекосяк отношения в семье не сложились денег нет перспективы тоже ко мне подходит младший сын ему тогда было 13 лет и просит поговорить с ним рассказывает что в школе ему бы хотелось больше общаться с ребятами которые живут интересной жизнью часто с родителями путешествовать по разным странам но из-за того что мы с ним живем в состоянии безденежности он чувствует себя несколько ущербным меня в этот момент как открыто как облило холодной водой я увижу всю ситуацию другими глазами я сижу тут лелею свои страдания а мой умный талантливый сын будущий мужчина растет в том что я ему твердо говорю он подумал что я над ним смеюсь на следующий день на следующее утро я посчитала остаток денег и как раз хватило чтобы начать оформлять загран паспорта и сразу сдала документы на оформление паспорта паспортов и тут стали происходить совершенно поразительные вещи в тот же день звонит моя подруга она была директором музыкальной школы где для одаренных детей где учился мой сын и спрашивает мы тут набираем группу детей с родителями для поездки во Францию ты едешь? еще пару дней назад я бы не ответила ты что не знаешь как я живу? о чем ты спрашиваешь? но уже сегодня это была другая я у меня уже была цель и я ответила да конечно еду у меня конечно тряслись поджилки я вообще не понимала как я это буду делать но это как раз было мое намерение четкое и чтобы не отступать вообще от него я рассказала о том что я еду во Францию всем своим знакомым дальше я узнала потом от нее если как бы сравнивать переносить наше понимание наставник спонсор то вот она оказалась моим спонсором она рассказала мне что эта поездка состоит через полтора месяца стоит на примерно на как я потом считала раз в десять больше чем я зарабатывала в месяц занимать деньги было бессмысленно потому что отдавать было их нечего поэтому я села и стала писать я стала писать план действий и список возможностей где как я могу создать эти деньги этих возможностей оказалось очень много просто я раньше их не видела пока у меня не включились и пока не был этот дикий стресс я увидела что оказывается у меня есть мои художественные авторские работы которые я раньше не продавала потому что стеснялась хотя друзья меня спросили чтобы я их продавала я тоже позвонила всем назначала цены и они сразу мне их покупали это мои такие первые продажи начались после этого далее я увлекла своей мечтой автора книги для которой я делала иллюстрации и она просто выпустила у меня овал ну и многое другое о чем я сейчас просто не буду рассказывать друзья меня поддерживали одни вернее поддерживали некоторые крутили у виска но все произошло поездка была фантастической удивительные места более чем в шести странах Европы мой долгожданный Париж так и говоря вот этот Париж был не только для моего сына дело в том что я с детства мечтала попасть в Париж я училась в французской школе я читала много об аббрифианистов и я очень хотела попасть в Париж но вот за мишурой событий проблем я просто забыла про это и вот таким толчком оказалось именно те ощущения которые о которых сказал мне мой сын и мой долгожданный Париж был уже со мной и волшебный Диснейленд для сына а 1 сентября когда из школы образовался мой сын это был совершенно другой человек на сегодняшний день я счастлива видеть своего сына состоятельным успешным развивающихся с большими планами на будущее с творческим подходом ко всему и сегодня кстати я благодарна Михаилу за помощь в проведении вебинара не только как мама но и как бизнес партнер так вот так вот когда я пришла уже в компанию в своих действиях я опиралась именно на эти ресурсы своих прошлых успехов моей большой ценностью всегда была семья и в компании я изначально пришла чтобы поднять маму у нее был паралич с нарушением сознания мне спонсор объяснил что продукт дает шанс а деньги на большое количество продуктов можно создавать здесь же в компании ровно через год у меня уже был статус директора и в этом же месяце моя мама стояла на большой сцене и за 25 минут она дала всем такую школу жизни после чего мои дела в компании пошли еще выше в гору в следующем году я решила осуществить свою следующую мечту поехать в Израиль подарок от компании конечно через год благодаря этой мечте благодаря ее действиям кстати говоря тогда был очень интересный промоушен он был такой игровой там нужно было собирать очки когда ты выращивал директоров эти директора потом должны были закрываться и знаете я просто включилась как в игру я не думала о трудностях и мне просто было интересно в ней играть и через год у меня уже был статус мастера а поездка которая была шикарная это был как раз год когда была шестая международная конференция она просто меня потрясла в целом и вдохновила на новые цели и мечты в следующем году я уже понимала что если я ставлю цели то они точно достигаются и если не достигаются только потому что я не мечтаю и не ставлю их у меня уже было новое желание ко мне домой часто приходили люди ну много друзей тем более уже работала в ноне их было очень много и моя мечта была преобразовать свою квартиру чтобы мне и всем было в ней гораздо приятнее находиться фирма которая пригласила чтобы они оценили объем работ определилась месту почти в стоимость квартиры и конечно же сомнения взяли вверх в первый момент тогда я поняла что если я не сделаю чего-то такого что меня сразу выдернет из этих сомнений и страхов я попросила своего соседа чтобы он просто в некоторых местах разобрал у меня полы и все отступать было некуда в итоге через год у меня уже был статус серебряного директора и отмечали мы его в обновленной квартире кстати говоря сделанной по той же смете ничуть не меньше которую определилась фирма таким же образом мечты и цели двигали меня уже далее на покупку машин квартир и самое интересное что попутно на автомате исполняется масса других желаний и третий пункт о котором я обязательно хочу сегодня сказать и обратить на него внимание это то что после достижения одной цели нужно тут же ставить другую всегда я хочу опять же поделиться историей близкого человека он мечтал быть независимым от родителей и финансово свободным человеком в 21 год сумел в бизнесе приобрести 3 комнатную квартиру в новом доме сделать ремонт по цене квартиры купил две иномарки и женился на красавицы девушки они вместе объездили много стран очень дорогостоящие путешествия через год у них родился сын и все мечты как бы закончились но энергия которая давалась на мечты она же осталась ее нужно было куда-то использовать и она пошла на действия несовместимые с семьей в итоге через год усложжена с ребенком одну машину угнали другую продал в долги квартиру пришлось поменять на хрущевку и так 5 лет мы старше плюс еще стало страдать здоровье причем очень серьезно стало страдать здоровье и вот когда у нас в Волгограде было большое выездное мероприятие с участием доктора Ноны Михаила Шнерсона съехались много представителей юга России и я беру их до с собой 4 дня он слушал истории целеустремленных людей и сразу после окончания форума на второй день он открывает свою фирму на сегодняшний день это опять даже более богатый человек у него снова есть семья а самое главное он постоянно в новых идеях и в новых воплощениях своих целей так вот когда мы просто мечтаем не производим действий высшие силы начинают нас забрасывать проблемами неприятностями чтобы мы уже не морочили голову никому и угомонились забыли про мечты и занялись хотя бы хоть каким-то делом а нам всем в компании очень повезло потому что у нас самым большим примером умения мечтать является наша доктор Нона а Михаил как маг выполняет все желания и энергии и силы их общих желаний не имеют никаких границ и все время масса интересных идей новые продукты новые технологии ведения бизнеса эту способность мечтать и воплощать в реальность переняли их дети поэтому компания всегда есть и будет на острие всего современного и прогрессивного а нам все вместе надо уже готовить достижения новой 25-летию компании и я дошла к концу своего вебинара в завершение я предлагаю посмотреть слайд-шоу нашей поездки в Китай попасть туда тоже было моей мечтой и она реализовалась три года назад благодаря творческому подходу к бизнесу Виктора Пахомова но прежде я хочу сделать оно следующим вебинаром его будет вести необыкновенная женщина человек с уникальной харизмой с высочайшей способностью мечтать и достигать цели и среди ее достижения статус президент-директора компании доктор Нона это лидер высочайшего уровня Клара Ларионова вебинар состоится 22 февраля в 19.00 по московскому времени и его тема что же это такое сетевая индустрия ну а теперь я включаю обещанное сайт-шоу Виктор я очень тебе благодарна за это путешествие оно не только расширило мой кругозор кругозор моей команды которая там тоже была но и многие многое изменило сознание и улучшило вернее улучшило мое сознание в лучшую сторону все фото кстати говоря сделаны хотя может показаться что они взятые журналы они сделаны в нашей камере и на сегодня я говорю до свидания и желаю всем кто только что пришел в бизнес становиться профессиональными мечтателями и достигаторами спасибо на канале спасибо Субтитры делал DimaTorzok 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 Чёрный такой ответа, я хочу поднять Они выдают вместе, этим этим это Лежим в каждом российском районе Пусть он наконец-то во власть И теперь смотреть, то есть В краю всю эту внуковку Последишь на твой ответ Я помню, то есть Вы можете попасть Я хочу успеть с вами Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok